Братья и сестры, всех приветствую. Мы, наверное, ждем с вами праздников, еще и потому, что знаем, что у нас будет очень хорошая программа. Удивительное произведение, замечательные голоса, замечательное исполнение. Я думаю, как проповедники мы всегда понимаем, что не всегда удается как-то передать божественную истину. И вот всегда есть какая-то надежда, что все-таки наши певцы, кто будут читать стихотворения, они как-то восполнят, помогут, а не подведут. Я думаю, поэзия, особенно поэзия и музыкальное искусство, особенно тем, что оно способно коснуться глубин нашей души. А я думаю, у каждого из нас с вами есть вот эта вот не только нужда, но и жажда, а чтобы что-нибудь проникло туда, в глубину моей души, чтобы что-нибудь такое особенно искреннее, чистое, оно коснулось, вот коснулось сердца, коснулось души, чтобы у меня появились новые чувства, чтобы появились новые желания, появились вот новые силы. Я думаю, очень хорошо и очень хорошо быть вместе в Думе Божьем. Я бы хотел вот предложить, чтобы мы вместе с вами прочитали библейский текст. Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. Несколько стихов мы прочитаем. И вот попробуем проследить вот это повествование. Итак, Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 стиха. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень и слава Господня, а сияло их и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволений. Ну вот у нас опять с вами такая вот возможность обратить внимание на очень знакомый нам отрывок. И вот поскольку отрывок очень знаком взрослым, детям, многие, я думаю, знают его наизусть, нам нужно в два раза больше внимательности, чтобы не прочитать этот отрывок просто подсознательно. И вот прежде чем вспомнить поискование, позвольте отметить несколько, ну как мне кажется, ключевых слов, которые помогут увидеть одну из главных мыслей, вот того, что заложил автор в этом тексте, в этом отрывке. То есть помогут нам с вами увидеть замысел автора. Первое слово, которое хотелось бы отметить, это слово «знак». 12 стих, так говорит ангел, «вот вам знак». Это слова, которые он обратил к пастухам. Ну, знак в смысле того, что пастухи смогут найти младенца именно по этому ориентиру. То есть он вот предупреждает и говорит о том, что у вас есть ориентир, чтобы вы не ошиблись. И это вот знак для вас. Ребенок будет в яслях или в кормушке для домашних животных. Такое очень необычно. Новорожденных детей не кладут в кормушку для скота. Но вы знаете, в Священном Писании слово «знак» приобретает еще очень важное, интересное значение. Иногда мы его читаем немножко по-другому, но смысл один и тот же. Знак или знамение. Знак или знамение. Рождение младенца Иисуса не просто знак, ориентир, а знамение. А знамение – это необычное явление. Явление, которое имеет сверхъестественное происхождение. И вот когда Библия говорит нам о знамениях, то знамение всегда имеет цель, имеет замысел. То есть не просто чудо ради чуда. Цель любого знамения в Писании, допустим, научить человека. Цель знамения в Писании – предупредить человека о чем-то, поддержать человека или ободрить человека. Но в любом случае, любое знамение – это событие, которое должно рассматриваться как имеющее особое значение. Вот пастухи получили знак, знамение, что ребенок, которого вы увидите в ясле, в кормушке для домашних животных – это особый знак. Знак, который имеет особое значение. Несколько примеров использования этого слова в Священном Писании. А первое, что хотелось бы напомнить – это радуга для Ноя. Когда-то Бог сказал ему следующие слова. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». То есть завет Бога с Ноем подтверждается, заверяется визуальным символом. Это радуга. Мы с вами можем говорить о хлебе и вине во время вечери Господней. Когда Господь сказал, что взял чашу и говорил, что эта чаша есть новый завет в моей крови. То есть своей смертью Христос приносит жертву, которую утверждает новый завет. И символ мучений и смерти Христа – это хлеб и вино. Есть еще одно знамение, которое можно вспомнить, уместно будет вспомнить. Это наш Господь предупреждал о знамении Ионы Пророка. Он говорил о том, что Иона был знамением для неневитян. Так и Сын Человеческий будет знамением для рода сего. То есть три дня, которые Иона провел внутри рыбы, стали знаком для жителей Неневии. Мы теперь с вами можем вернуться к пастухам, которые должны были увидеть не только величественное явление ангелов, но они должны были увидеть и найти очень простой знак, который для них служил знамением – младенец в яслях, Господь в яслях. Мы с вами попробуем понять смысл этого значения. Это первое ключевое слово, на которое хотелось бы обратить внимание. Следующее, очень необычное, это слово «Господь». Опять это слова ангела, 11 стих. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Христос Господь. Это опять слова ангела. Но мы с вами можем сделать такое предположение, что пастухи очень хорошо должны были понять, о ком идет речь и кто родился. В перечисленном титуле они слышат очень важное имя Бога. С этим именем Бога они были очень хорошо знакомы. Они много-много-много раз его слышали, когда посещали синагогу. Когда открывали свитки книг Ветхого Завета и читали эти свитки, они часто слышали это слово «имя Бога», «имя Бога Господь». И мы с вами можем сделать предположение, не только были знакомы с тем, как произносится это имя, но знали значение этого имени, хорошо понимали значение этого имени. Дело в том, что Господь – это тот, кто обладает и осуществляет власть над человечеством. Господь – это тот, кто обладает и осуществляет власть над человечеством. Господь – это тот, кто правит миром. Это очень интересное и важное имя Бога, с которым Он открывается людям. Он имеет власть, Он управляет всем. То есть исключается любое понимание божества как просто идеи. Библия говорит о том, что Бог – это личность, у которого есть сила и у которого есть право управлять своим творением. Господь – это величие природы Бога, могущественная сила Бога. То есть за всеми силами, которые сегодня действуют во Вселенной, стоит одна – верховная сила и могущество Бога. В священном Писании Бог назван владыкой всей земли. Итак, два слова, две жемчужины библейского текста – знак или знамение, и Господь. Что же это за знак? Господь в яслях. Господь в кормушке для домашних животных. Давайте мы с вами попробуем как-то попытаться представить для себя обстановку Рождества пастухов. И вот Мария немножко. То есть мы с вами попробуем посмотреть на происходящее в библейском тексте. Не вот нам, со стороны нашей, как читателей этого библейского текста, но как восприняли Рождество, допустим, пастухи. Ну, мы можем так посмотреть, в первую очередь, что нас окружает, что для нас с вами создает обстановку Рождества. Для каждого могут быть какие-то разные детали, но в общем мы можем сказать, что на улице очень красиво украшены дома, особенно вечером, когда темно. Очень-очень красиво ездить по улицам города и видеть, вот как люди красиво украшают свои дома. Выглядит очень и очень красиво. Для кого-то это вот обстановка дома, это елка, под которой складываются подарки. Не только вот подарки, ради подарков, что будет какое-то общение, придут родственники, знакомые, друзья, будет близкая беседа, встреча, будет накрытый стол, будет радость, общение. То есть вот это для нас с вами Рождество. Для кого-то, может быть, ну не в нашей местности, в другой местности, Рождество – это погода, когда идет снег, мороз. Вот у нас родственники живут в Новосибирске, и они говорят, что в Новосибирске к Рождеству потеплело, температура поднялась до минус 35 градусов по Цельсию. То есть для кого-то это вот, ну, погода. То есть для кого-то, может быть, что-то еще разное. Мы можем слышать очень много рождественской музыки. Не только в доме молитвы, в магазинах, на радио, то есть везде вот поют и говорят именно о Рождестве. То есть для нас это вот обстановка Рождества. А вот интересно, какая эта обстановка была для пастухов, о которых мы с вами только сейчас прочитали. А текст Писания говорит нам о том, что пастухи содержали ночную стражу. Стража – это устаревшее слово русского языка, которое имеет очень простое значение. Стража – это охрана. То есть ночью пастухи охраняли свои стада. Можно сделать такое предположение, что животные, которых они охраняли, предназначались для служения в храме. Обычно даже зимой такие стада находились на открытом воздухе. Итак, где находятся пастухи? В открытом поле ночью. Затем текст Писания говорит нам о внезапном явлении ангела, которое сопровождалось славой Господней. И о славе Господней написано, что она осияла пастухов. Осиять – это значит все окутать светом. То есть вокруг них внезапно все было окутано светом. Ну, я думаю, мы с вами как-то можем хотя бы немножко понять, что происходило. Если когда-то вас фотографировали ночью, то вот именно вспышка фотоаппарата – это что-то похожее, что произошло в то время. Только если вспышка фотоаппарата – она мгновенная, то явление ангела сопровождалось светом, который продолжался какое-то время. Ну, вот апостол Павел пережил похожее, когда он шел в город Дамаск. И он говорит, что его тоже осиял свет с неба. И когда он объяснял, что это был за свет, он сказал, что это был свет, который превосходил солнечное сияние. То есть даже днем, во время, когда солнце, этот свет с неба, он был намного ярче, чем свет солнца. То есть мы с вами можем предположить, что это было очень яркое сияние, которое осветило пастухов. Далее Писание говорит, что они убоялись страхом великим. Убоялись страхом великим. То есть сначала тьма, в которой они находились, она сменяется светом. И затем страх, в который они пришли, он сменяется радостью. Потому что об этом говорит ангел. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Таким образом, за короткое время пастухи идут от темноты к свету, от страха к радости. Именно таким образом пастухи становятся свидетелями того, что многие люди ожидали на протяжении веков. Дело в том, что они поняли, что наступает новая эра божественного избавления. То есть настолько величественно было явление ангела, настолько величественно было прославление Бога. Еще вот интересно попробовать понять из всех событий, участникам которых стали пастухи, вот что для них осталось самым удивительным. Попробуйте поставить себя на место их. Вот если бы вас спросили, у вас брали интервью, и попросили бы вас рассказать о том, что для вас осталось самым удивительным. Вот что бы вы сказали? Я думаю, многие люди сегодня бы сказали, вы знаете, вот меня просто поразила встреча с ангелом, не так ли? Так многие сегодня ищут встречи с потусторонним миром. Вы знаете, это сегодня завораживает человека. И как только кто-то начинает говорить об ангелах, о мире потустороннем, очень-очень интересно, мы с вами находим, что самое удивительное для пастухов – это не явление ангелов. Это не встреча с небесными жителями. Самое удивительное для пастухов – это то, что они увидели в хлеву. Потому что дальше в 20 стихе Лука говорит, что они возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Самым удивительным для них осталось то, что они увидели в хлеву. То есть то, что они увидели в хлеву свою силою, величием, превзошло встречу с ангелом и с небесными силами. Пастухи это увидели и за это благодарили Бога. Знамение рождения Спасителя, знамение начала новой эры божественного искупления – это младенец в кормушке для скота. Именно так ангелы приносят весть о небесном избавлении. Вот здесь очень интересно. Братья и сестры, весть с неба, но знак совсем не небесный. Вестники с неба, но знак, знамение совсем не небесное. Это заставляет нас с вами думать, что же это за избавление. Это заставляет нас с вами думать, рассуждать и пытаться понять, что же это за спасение, что же это за спаситель, слава которого в яслях. Что же за странное стечение обстоятельств? Вы знаете, Евангелист Лука очень хорошо и детально открывает нам то, как Иосиф и Мария, Мать Господа, оказались в Вифлееме, вот в том месте, которое мы с вами читаем. То есть причиной было повеление Кесаря. А Кесарь – это титул римского императора. Император – самый могущественный человек, самый могущественный страны того времени. Он издает указ подсчитать население. То есть Риму нужна была статистика, как и сегодня. Это очень важная наука, статистика. Нужно было количество людей, которые в будущем будут обложены налогами. И вот так вот получается, что по указу Кесаря даже линия царя Давида должна была быть учтена и обложена налогами. Где-то там в списках Кесарь и Кесаря должны были быть записаны имена Иосифа, Марии и рожденного Иисуса. Вы знаете, на страницах Священного Писания, несомненно, мы находим большое количество уроков, которые получали герои повествования Библии. То есть люди, о которых мы с вами читаем, о которых знаем, о которых рассуждаем. Есть вот такой вот сложный предмет Библии и сложный класс под названием проявление правления Бога. Или то, как Бог, всемогущий Бог, осуществляет управление событиями истории человечества. Конечно, это не просто стены школы или университета, внутри которых преподается этот класс. Это события жизни одного или другого библейского героя. Итак, в нашем с вами внимании указ императора о переписи населения, указ, который приводит в движение многих людей. И Мария и Иосиф в самое неудобное время должны отправиться в Вифлее. И мы с вами понимаем, что это и есть удивительное правление Бога над событиями истории человечества. Давным-давно один из других героев Библии проходил обучение именно в этом классе. Это был пророк Илья. Илья получил замечательный урок, один из таких моментов его жизни, который можно назвать триумфом. Блестящая победа после состязания. Один. Он должен был выстоять против языческих священников на горе Кормил. Вы знаете, у него Бог послал символ победы. Это огонь с неба на жертвенник Ильи. То есть именно так Бог подтвердил служение своего пророка. Затем Библия говорит, что к торжествующему Ильи, к победителю, подступило разочарование. К победителю подступило разочарование. Он понял, что он все еще один. И Изавель продолжала быть царицей. Народ еще в отступлении, Ивалу все еще продолжали поклоняться. Он убежал в пустыню, где по милости его находит Бог, ведет его на другую гору. И там, на горе, стоя перед лицом Бога, Илья понял очень нужный для него и для нас с вами урок. Он обнаружил, что Бог ему явился не в великих знаках божественного присутствия. Бог явился Илье не в огне, в ветре или в землетрясении. Но текст Писания говорит, что Бог явился ему в тихом веянии ветра. Илья услышал очень нежный звук ветра. В чем же был смысл этого урока для Ильи? Бог является и действует не всегда в великих знаках. Огонь, ветер или землетрясение. Иногда исполнение воли Бога похоже на нежный звук ветра. Илья понял, что ни огнем, ни ветром, ни землетрясением Бог разрушит поклонение Валу. Бог разрушит поклонение Валу тем, как Он упорядочит события истории. Бог сказал ему встать, найти Елисея, помазать его в пророка, потом найти Иуя, который должен стать царем над Израилем, а Азаила поставить царем над Сирией. И так не было огня, не было ветра, не было землетрясения. И на первый взгляд простое стечение обстоятельств пророк Елисей, царь Израиля и царь Сирии. Похожим образом складываются события для того, чтобы Христос родился в Вифлееме. Бог проявляет свое правление в порядком событий. Простой указ Кесаря. Мария и Иосиф попадают в Вифлеем, где в точности исполняется древнее пророчество. А в действительности такое невероятно. Из всех мест, которые могли бы быть рождение потомка царя Давида в Вифлееме, из всех событий, которые могли произойти, указ императора о переписи населения, приведены в Вифлеем по указу Кесаря. Согласитесь, замечательный урок для нас. Мы чаще с вами ищем того, чтобы Бог действовал огнем, ветром и землетрясением. Как сильно мы с вами сомневаемся и переживаем, когда в нашей жизни этого нет. Если этого нет, мы думаем, что Он бездействует. Даже когда очень тихо, когда все, что можно услышать, это нежный звук ветра. Всемогущий Бог действует. Бог все еще управляет событиями нашей с вами жизни. Для Марии и Иосифа найти Вифлеем было только одной частью событий. Вот здесь, в Вифлееме, к отчаянным усилиям Иосифа и молчаливой нужде Марии, все, что не получает, это место для домашних животных и кормушку для домашних животных. Вы знаете, вот здесь, в Вифлееме, вот в этом сарае для животных, с яркой иронией, слова древнего великого пророка находят невообразимое исполнение. Знакомый нам библейский текст, самые первые стихи книги пророка Исаии. «Вол знает владетеля своего, осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет». С удивительной точностью повторяется слово «ясли». Исаия передал и сказал о том, что даже неразумные домашние животные знают, откуда берется их пища, но народ мой не знает. В начале другой книги, в книге Евангелия от Иоанна, мы читаем о том, что он пришел к своим, и свои его не приняли. Удивительная книга Библии. В повествовании Священного Писания очень часто человека ставят в угол, где человеку нечем оправдаться. Не сможем оправдаться перед Богом. Это слова, которые осуждает не только израильский народ. Мы с вами постоянно убегаем от Бога. Он постоянно ищет нас с вами. А может показаться, что вот в том, что происходит в ночь рождения Христа, уже достаточно было необычного. Уже достаточно необычного в том, как развиваются события, но это не так. Еще одно необычное, что мы можем найти в повествовании, это то, что знак Вифлеема получают пастухи. Вот наше время с вами, особенно тем, вот время Рождества, огромное количество открыток, не так ли? Дарят друг другу, можно увидеть какие-то картинки, все говорит о Рождестве. Вы никогда не замечали, что вот, допустим, пастухи и ангелы находятся вместе только на рождественских открытках? То есть обычно ангелов не изображают с пастухами. И тому есть причина. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, образ пастуха, образ пастыря, это очень богатый смыслом образ, положительный образ. Ну, можно вспомнить Давида, о котором Бог говорит, что «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего». Можно вспомнить о том, что неоднократно Бог называет себя пастырем. Но несмотря на это, пастухи были низким классом общества. Пастухи были низким классом общества. И вот когда особенно родился Господь, пастухов воспринимали далеко не так, как воспринимаем их с вами, даже на открытках. Вот так вот говорят, что характер их работы запрещал им часто участие в религиозных ритуалах того времени. Допустим, к пастухам относились с пренебрежением. Они считались недобросовестными и надежными. И даже если вам что-то рассказывал пастух, этому можно было не верить. То есть вот так к пастухам относилось общество, пренебрежение общества. Но, опять читая Священное Писание, зная искупление, мы с вами видим, что именно пастухи занимают особое место в сердце Бога. Именно пастухи занимают особое место в сердце Бога. Когда Бог явился в горящем кусте, чтобы призвать человека, который должен был вывести народ из Египта, Он выбрал человека, который жил в изгнании, в пустыне, и который пас овец. Это был Моисей. Когда Израиль стал нацей, наступило время, и пастух Давид был помазан царем. Мы читаем с вами, рассуждаем о пророках, эпоха пророков. Мы найдем Амоса, человека невысокого происхождения, но пастуха, которого Бог призвал на службу к себе. Многие выдающиеся люди в библейской истории были призваны Богом из области незначительного. И стали его слугами, служителями Господа. Именно таким людям Бог посылает своего ангела, чтобы объявить о рождении Мессии. Знак Вифлеема, кормушка для домашних животных, не становится для них препятствием для их веры. То есть они услышали непонятное, невероятное. Торопятся найти младенца в кормушке для домашних животных. И пастухи находят то, что обещал ангел. Это очень интересно. Вот когда они пришли в это место, где была Мария и младенец, и вот ребенок, о котором они слышали, теперь для них слава Господа выглядела совсем не так, как на полях. Согласитесь? Теперь слава Господа, о котором они получили возвещение, она выглядела совсем не так, как на полях, где они видели и слышали ангелов. А вот в этом хлеву не светился небесный свет. А кормушку не осиял небесный свет. Кормушку, где они нашли младенца. Но сомнений не было. И нет мысли о том, что это ошибка. Нет, потому что у них есть знак. Итак, приблизительно вот такая вот была обстановка Рождества для пастухов. Весть с неба. Вестники небесные, но знак совсем не небесный. Они пришли с тех полей, где когда-то молодой Давид воспевал славу Богу. Они пришли и поклонились тому, кого Давид называл Господом. Мы можем с вами подумать о матери Господа. Скорее всего, приход пастухов, их рассказ, увиденного на полях, вдохновил ее еще раз. Можно опять представить состояние этой молодой женщины, молодой матери, что она еще раз поняла, что здесь, в Вифлееме, она не забыта и не оставлена. А может быть, эти сомнения вкрались в ее сердце. Вот приход пастухов, их рассказ о том, что они видели и слышали, она вновь понимает, что она не оставлена и не забыта. Может быть, на солому, на кормушку она смотрит по-другому, она понимает, что и солома, и кормушка не могут скрыть славу того, кто пришел к бедным и оставленным. Вы помните, с каких слов начинается песнь Марии после встречи с Елисаветой? Когда все еще было прекрасно и величественно, она сказала следующие слова. «Величит душа моя Господа!» «И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». У нее была радость. Мы с вами читаем это повествование, что когда она слышит все это, написано, что она складывает слова в сердце своем. Мария еще раз посетила радость. Еще раз она увидела своего Бога Спасителем, о Котором она говорила, что Он рассеял надменных и вознес смиренных. То есть радость спасения еще раз коснулась и его сердца. И мы с вами сегодня много говорим, и мы говорим о том, что мы понимаем, что именно в яслях для нас с вами раскрывается слава Господня. Дело в том, что до рождения Христа Вифлеема в истории израильского народа происходили знаменательные события. Можно вспомнить, допустим, рождение царя Давида. До знака ясли в истории израильского народа появлялись великие знамения. Радуга, как символ завета с Ноем, или пребывание Иона в рыбе, как символ глубины смерти. Но то, что произошло в Вифлееме, оно сильно отличается от того, что было уже. Отличается тем, что действующим лицом становится сам Бог. Теперь действующим лицом становится сам Бог. Это уже не Ной, не Авраам, не Давид, не Иона. Спасение от грехов может принести только сам Бог. Давид мог дать отпор филистимлянам и освободил народ Божий, но его потомок, сын Давида, должен преодолеть все силы тьмы, потому что нужно спасти людей от их грехов. И мы с вами понимаем, что даже самый лучший ангел не мог бы занять место в яслях. Спасение от грехов за пределами возможностей людей или ангелов. Ангелы могут принести весть о спасении. Ангелы могут принести гнев от Бога. Это мятежная планета. Но только рождение Иисуса может сделать ясли знаком спасения. Священное Писание говорит нам о том, что знак ясли это знак любви Бога. Не один раз Библия подчеркивает и говорит это. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Слава Ясен это слава Божьей любви, ослепляющая, горящая благодать. Потому что сам Господь пришел и пришел очень необычным образом. Можете себе представить, если бы Он пришел по-другому. Если бы Он пришел вот в числе ангелов, которые явились пастухам на полях Вифлеема. Если бы Он пришел в числе ангелов, перед Ним не устоял бы никакой человек, пастух или император. И Священное Писание говорит нам о том, что Он лично придет. Но это будет такое пришествие, которое вызовет живых и мертвых на суд. Поэтому Он пришел человеком. Господь пришел человеком. А вы можете себе представить, каким наивным кажутся упреки людей, которые требовали у Него знамения? Какими наивными кажутся слова людей, которые стояли около креста и говорили, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди со креста. Он не сошел со креста. Он не пришел лично. Он пришел человеком, потому что Он знал, что нужно делать. Великая слава Господа в яслях. Господь пришел для того, чтобы отдать себя вместо грешников. Мы с вами понимаем, читаем, что пастухи испытали радость не от потрясающего опыта с силами неба на склоне холма. Пастухи испытали радость, когда увидели Господа в яслях. Я думаю, это большой-большой пример для нас. Это очень удивительно. Удивительно то, что человеку сегодня не нужно подниматься до величия ангелов, потому что Христос сошел в наши глубины. То есть не мы опять начали Его искать, а Он пришел для того, чтобы найти человечество. Мы будем молиться и перед молитвой одна короткая мысль как заключение, которое, мне кажется, позволит нам как-то связать все общее. Вы знаете, еще вот особое внимание наш отрывок еще уделяет тому, как Мария приняла младенца. Очень нежно, как вот настоящая хорошая мать. Но текст Писания дважды говорит о том, что она спеленала его. В 7 стихе 2 главы написано, что родила сына своего первенца и спеленала его. И в 12 стихе ангел говорит о том, что вы найдете младенца в пеленах. Я думаю, мы опять вот склонны понимать все как-то по-современному. Вот пелены 21 века, представляя младенца на руках матери в красивом, очень нежном одеяле. Знаете, вот так вот говорят, что пелены – это не очень нежный материал. Это был грубый материал, которым вот в то время укутывали ребенка вот с особым замыслом, лишая его свободы действий. Вот если вы думаете, что вот этот вот спор между тем, как правильно вот растить младенцев, нужно ли их туго укутывать или нет, это просто событие наше время, это не так. Это спор, который приходит к нам еще из древности. Вот так вот говорят и в древности, почему люди пеленали младенцев, они верили, что если они не запеленают младенцев в первые часы рождения, в первые часы дни рождения, то ноги у младенца будут кривые. То есть именно поэтому их очень туго стягивали, лишая младенца вот свободы движений. Но сегодня, я думаю, это как-то уже доказано, показано, что в действительности это нормально, когда у младенцев кривые ноги, потому что ноги начинают формироваться только тогда, когда младенец начинает вставать и начинает ходить. Очень интересная мысль, почему Священное Писание говорит нам о том, что его туго спеленали, то есть спеленала его мать, лишая его свободы движений. Дело в том, что жизнь нашего Господа начинается с того, что он туго стянут пеленами, то, что лишает младенца свободы действий. Но жизнь нашего Господа заканчивается точно так. Точно так жизнь нашего Господа закончится, когда его стянут ко кресту. То есть точно так, как при рождении он будет лишен свободы действий. Апостол Петр говорит о том, что вы по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли его, пригвоздив ко кресту, руками беззаконных убили. То есть жизнь нашего Господа начинается точно так, как она закончится, прибитой ко кресту Голгофы. Вы знаете, тень креста, она не покидает его. Тень креста не покидает Господа. И с самого начала, с самого рождения, а мы видим эту тень. Вот что можно сказать об этом? Вы знаете, вот апостол Павел как-то по-особенному все понимал, и он по-особенному понял вот свое обращение к Богу. Что можно сказать о попытках людей, допустим, мать при рождении, она пыталась делать то, что делают все матери, полная забота. Насколько было понятно, насколько было возможно. Но вот сейчас рассуждаем, мы можем сказать, что может быть, это не нужно было делать, какое-то неведение. Вы знаете, когда Христа распинали, люди тоже делали это по неведению. Вот что я хочу сказать перед нашей молитвой. Вы знаете, братья и сестры, особый признак того, когда мы с вами понимаем благодать Господа, это когда мы не перестаем удивляться своему обращению. То есть если вы перестали удивляться своему обращению, если вы перестали удивляться тому, что Бог сделал в вашей жизни, утратили, утратили значение и смысл благодати Господа. Когда-то апостол Павел говорит следующие слова. Меня, который прежде был хулитель, гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению. Апостол Павел понимает и говорит, Господи, я не знал, кто ты. Я не знал тебя, что ты гнал меня. Не знали люди, что делать с Сыном Божьим, когда Он родился. Не знали люди, что делать с Ним, когда распинали Его. Не знали, что делают с Ним, когда Его распинали. Но Библия говорит, к незнающим Он оказал милость. К незнающим. Вот люди, которые в неведении, Он оказал милость. То, что Христос пришел на эту землю, это милость. То, что Христос нашел вас и меня, это Его милость. И сегодня для нас с вами особое время вспомнить эту милость. Это милость Господа, что Он пришел и нашел меня. И дал бы Бог, чтобы мы не перестали этому с вами удивляться, не перестали бы воспевать Его благодать, Его милость и Его заботу. Слава Богу за все. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. Кое-то желание помолиться. Пожалуйста, помолитесь. Продолжение следует.